Первый раз спячку Миши и Маши отправились в 2003 году. За месяц они нагуляли достаточно жира, чтобы хватило до весны, и соорудили себе ложи и сено. Гималайский медведь в этот момент уже видел сны. В прошлом году гималайский медведь проснулся в самый неожиданный момент – в середине января. Тогда его разбудил шум, исходящий от стройки новых вольеров. Медведь выходил только для того, чтобы поесть и попить, и был явно не в хорошем расположении духа. В этом году ситуация обещает измениться. Он уже несколько дней не появляется в клетке, на полу даже не видно его следов. Год спустя на Советской площади поставили ёлку, которую привезли из Краснослободска. Ещё не украшенная ель успела собрать вокруг себя местных жителей, которые шли на аромат хвои, и потихоньку забирали еловые ветки себе. Маленькой ёлочке холодно зимой, и в лесу ёлочку взяли мы домой. В 2010-м на секретной операции ёлку побывал Евгений Симкин. В километре от села Севинь в Краснослободских лесах коммунальные службы Саранска разыскивали символ Нового года. Рабочие под чутким руководством городской снегурочки Светланы Баулиной упаковали ёлку около 30 метров длиной. Ну, вы знаете, тяжело делать Новый год. Но тяжело в каком плане? В плане, возможно, того, что хочется делать хорошую программу, удивить наших жителей. Но, собственно, дарить праздник легко. Потому что, когда мы видим счастливых, улыбающихся лес, мы понимаем, что праздник удался. Ещё одним праздником был насыщен декабрь 2012-го – День немецкой овчарки или первый собачий праздник в Мордовии. Зрителям рассказали и показали особенности породы. С каждым хвостатым участником удалось познакомиться лично. Сами виновники торжества показали все свои таланты и продемонстрировали идеальное послушание. Два года спустя Артём Кальбов и Юрий Машин получили грамоты и подарки от профессиональных спасателей. Загвоздка в том, что двое парней – пятиклассники. И в столь юном возрасте они уже столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Герои на публике на деле оказались неосторожными школьниками. Четыре одноклассника играли на замёрзшей речке. Двое из них провалились под лёд. Артём и Юра спасли своих друзей. Я подошёл, хотел помочь, но тоже провольнился. Потом Егор и Даниил за собой пытались тащить, но уже вот так была вода. Я вышел сам и Юра помогал Даниилу. Я вышел, вытащил Егора. Год спустя героями стали эти трое жителей Саранска. По пути в Чамзинку они увидели, как на Моресевском пруду какое-то животное скользит по льду и никак не может выбраться. Пока ждали МЧС, спасли косулю сами. По приезду в зоопарк оказалось, что у зверёныша повреждены задние конечности. После осмотра выявилось, что у неё перелома нету и, скорее всего, растяжение связок. Но она со временем восстановится. Таким было 10 декабря в годы работы 10 канала. Оставайтесь с нами вместе на БУЧ, чтобы вспомнить. Арина Мелешкина – Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин